так и так всем привет и это моя история про nissan gtr и как я до него докатился чего хочется начать это очень долгая история дома видео будет идти очень долго мы это видео готовили примерно ну не знаю даже не столько по монтажу а сколько там собирали кадры я хотел показать всю историю от моих тестов конкурентов этого автомобиля как я к нему пришел и заканчиваю уже объявлением этого автомобиля ты так стоять можете он кресло какой-нибудь он взять вот там поставить я сказал что неважно сколько времени потребуется но мне нужен сильный спортивный автомобиль ниссан gtr японская автомобиль и строительная компания nissan производит 5 миллионов автомобилей год не все создаются одинаково если говорят что это противоречит теории конструкции автомобилей у любого мужчины рано или поздно появляется желание купить себе спортивную машину о которой он мечтал детстве причем твоя детская фантазия должна реализоваться не в обычном седании с мощным мотором типа m5 rs а в настоящей гоночной спортивной машине которая создана в одном кузове с одним мотором который строился вокруг мотора вокруг трансмиссии всего остального и моя задача была купить такой автомобиль началось идет все семнадцатом году я уже поставил себе цель определиться с автомобилем ну я каждому желаю быть в таких раздумьях что в какой спортивный автомобиль не выбрать это же так классно когда ты выбираешь какой спортивный автомобиль ты хочешь купить я считаю что каждому мужчине желаю дойти до такого состояния когда он будет выбирать их спортивный автомобиль своей мечты чтобы для себя для любимого чтобы не думали какой там багажник как тесно сзади о все равно никого это не волнует спортивная машина для себя самого широкая с маленьким дорожным просветом неудобная зеркала похер нужна спортивная машина которая создавалась специально для того чтобы жарить в общем-то поиски мои начались летом соответственно фаворитах вот три автомобиля основных это 911 turbo это audi r8 в новом или в предыдущем кузове и соответственно nissan gtr на всех автомобилях я ездил ну на gtr я ездил уже давно как бы он давно уже у меня сидел в печенках причем gtr всегда привлекал тем что автомобиль дешевле и тюнинг его намного дешевле есть огромный потенциал затем было 911 я тестировал испытывал этот автомобиль я знал что это зайдет серию про gtr а и специально от настолько отодвинул этот момент мне очень не понравилось я думал что я вага дрочер и все остальное вот наконец-то самый крутой ваг porsche царь и все остальное да прикольно аура porsche в аура porsche но мне не понравилось управление так как мотор находится за задней осью ощущение молотка то есть особенно это все пугало напрямую когда ты едешь газ в пол машина настолько поднимается что руль вот этот вот пустеет и вот эта пустота в руле меня очень сильно пугало и она мне не понравилось причем porsche это хороший автомобиль но с характером если взять 10 среднестатистических водителей как мы с вами например взять gtr audi r8 и porsche в основном все пройдут круг быстрее либо на на r8 на gtr и тоже сложнее поэтому porsche надо я не хочу обидеть фанатов но porsche надо учиться уметь управлять и мне не нравились эти особенности управления чтобы очень ездить быстро на porsche нужно очень быстро и качественно не просто там пулять по прямым ехать ходом с лаунча херачить а прям быстро ехать в кольце нужно быть porsche дрочером а я не такой следующий автомобиль audi r8 безусловно очень хороший грамотный автомобиль я был на примере этого автомобиля на мировой в португалии я проникся конструкции классный автомобиль в стоке он мне на очень понравился своим безудержным стартом свою управляемостью своей податливостью в управлении намного на мой взгляд он лучше ездить чем porsche причем 10 из 10 водителей проедут на r8 намного успеем на 921 даже на турбин поэтому r8 не супер внешность классно кайф и все остальное но к сожалению r8 так как тот же самый более дорогой huracan отпали из-за того что нет потенциала для тюнинга вообще если мы говорим про тюнинг установки турбокита huracan серия 8 это нарушение развесовки в любом случае турбины интеркулер и все остальное если мы хотим быстро ехать мы меняем степень сжатия меняем поршневую этот такой будет корч с такой неправильной заводской развесовкой что вся суть и так перчинку управляемости пропадет ну и плюс конечно это еще и дорого и поэтому у меня как бы тоже этот вариант отпал и в тот момент когда я думал об этом собрали не буду говорить кто у кого собрали абсолютно человек купил за 12 миллионов audi r8 и 12 миллионов положил в тюнинг в известное тюнинг ателье в москве ему собрали этот автомобиль и через на следующий день он сгорел целиком поэтому я решил что экспериментировать можно но когда ты делаешь дорогую машину колхозить никто тебе кстати гарантию не даст колхозить ставить турбины но это немножечко не то если на автомобиле изначально нет turbo туда их не стоит ставить потому что это уже будет корч и конечно же nissan gtr nissan gtr у меня своя история я всегда фанате вот этого автомобиля куда он только появился в нфс про стрит если вы помните был всегда таком интересном серебристом свет потом я школьником смотрел ангелин 500 ну студенчество уже ангелин 500 смотрел как они всех объезжали самое главное что вот эта тачка тоже участвовал в англии возможно когда-то я смотрел на нее и не читала gtr вот конкретно вот этот автомобиль причем он тогда по моему был первым это очень трогательный момент туда-сюда и все остальное nissan gtr чем мне понравилось во первых цена ты в пределах трех миллионов ну в принципе как в пределах трех миллионов можешь хорошую взять машину во вторых я очень часто на нем ездил у меня получилось на нем ездить быстро во вторых история создания этого автомобиля который был создан в противовес всему что есть на данный момент как его создавали это отдельная история потому что его создавали чтобы вытащить концерн nissan из кризиса и 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 пришел на пост карлс гон и решил сделать суперкар для таби для пиара своего бренда и все что на автоваз сейчас прийти построить gtr на gtr нужно наклеить заказать например в лотусе или кто там любит на заниматься создание спортивных автомобилей заказать автомобиль и наклеить значки вас тогда как бы вас у нас будет вас gtr и это будет хороший пиар он так подумал в итоге создали автомобиль который действительно создавался по уникальным технологиям соответственно есть некая связь с группой б раллиная может быть рассматривание эту технологию или еще что-то была такая группа в 70-х годах которые в итоге запретили из большого количества аварий но это были самые раллиные автомобили в мире и низ лишь несколько пилотов могли ими управлять и так вот вот был концепт форда у которого RS200 у которого коробка с мотором были разнесены по осям но там было совершенно по-другому если у gtr коробка мотор спереди коробка сзади соответственно там все было по-другому коробка спереди мотор сзади и эти машины ездили очень быстро и лишь какое-то количество пилотов могли удержать их их прям десятки в мире было которые могли на них ездить быстро почему я говорю про какое-то определенное количество пилотов я вам чуть попозже расскажу в общем то мне казалось что эта технология была срисована оттуда мне так показалось потому что это закидывать мотор назад это очень дорого это неудобно некомфортно но они просто решили сделать немножечко побюджетнее соответственно соответственно нужна была хорошая пиар компания и они решили покорить нюрбурглинг на котором я сам неоднократно ездил и на форде и на двинаре как это звучит на форде и на двинаре машина показала на тот момент рекорд пилот и почему я имею ввиду пилотов когда говорю если если вы вспомните на машинах группы б могло ехать ограничен очень быстро ограниченное количество пилотов с той компоновкой с ГТР то же самое есть всего лишь несколько пилотов в мире которые с полностью отключенной системой стабилизации проходят круг быстрее чем в режиме то есть частично включенный поэтому я предполагаю что один из этих пилотов на ГТР съехал с полностью отключенной системой стабилизации и возможно он показал те заветные секунды и эта история меня тоже вдохновила привлекла это прям расследование вел смотрел приводил английские статьи ну и что вот так вот и как бы я пришел к ГТРу причем этот ГТР не у Гурама как все подумали искать хороший ГТР бэушный это все равно чтобы пытаться найти жену в стриптиз клубе и всех стриптизерш выбирать самую приличную но ты прекрасно понимаешь что даже если ты найдешь самую приличную и примерную то она в любом случае у тебя наведет шороху в городе среди твоих родственников и друзей и с ней будет очень весело так как я нахожусь в Чебоксарах не в Москве естественно в нашей республике не продавались ни одного ГТР поэтому я просто часами сидел на телефоне смотрел автору а так не В общем, я часами проводил по телефону. Я постоянно говорил по телефону, неважно, где я нахожусь, по делам. Я обзванивал владельцев, спрашивал. Причем, такое у меня есть правило. К сожалению, я не пользовался услугами автоподборщика. То есть, я пробивал про машину, общался с владельцем и потом обзванивал друзей. Они мне говорили, битая, крашеная. Это вообще два раза мотор взорвался. Непонятно, из чего собрали, в общем-то. Ну, в итоге я пришел к тому, что правильно выбрать автомобиль нужно только через знакомых. И все. Ну, если вы помните, этот автомобиль был в обзоре Александра Винникова. Laund Sound. Когда я тоже, в году два-три назад выложил, я думаю, как же круто мужик. Вот у него такой гетер, он Stage 2, у меня он так валил тогда. Когда я понял, что в Ростове продается машина, я его видел на объявлении, я тут же позвонил ему, я говорю, скажи, пожалуйста, что это та тачка. Он говорит, да, это та тачка своего друга. И когда он мне начал рассказывать про эту машину, я понял, что уже я ее купил. То есть она стояла три, но мы торговались, в итоге я забрал за 2400. То есть я ее купил, не видя ее на доверие к Александру и к его товарищу. Ну, плюс еще друзья из ГТР-клуба знали прекрасно этот автомобиль. Предыдущий владельцы, что он делал и все остальное, что денег на ней не жалели. Поэтому я приехал в Ростов уже покупать. Если вы покупаете ГТР, то не дай бог вы купите кривую машину, которую там вытягивали. То есть это уже будет полное говно. Вы можете все купить с убитым мотором, с коробкой, но кузов должен быть у вас абсолютно живой. И желательно, чтобы его никогда не вытягивали. Может быть, чуть-чуть поправляли геометрию, но не вытягивали. Потому что если вы посмотрите, даже в Москве была куча аварий тотальных для автомобиля, слава богу, не для водителей, в которых уже надо было по страховке их списывали эти машины. То есть, Игорь, это тотал все. Эти машины вытягивали и продавали, и на три такие я наткнулся. То есть это достаточно интересно. Если вы посмотрите, я могу вам оставить ссылочку на второе в описании. Потом, если вы можете сказать, что вот, это банально, Антон, ГТР. Я решил покупать ГТР и купил его в феврале. Машина зиму стояла, пока она стояла, там ГТР, там Гурам купил, потом Гордей. Все остальное, думаю, ладно, я посмотрю просто, что вы о ней расскажете. И вот настал тот момент, когда я решил снять для вас тест-драйв. Конечно, в тот момент я очень сильно волновался, потом в самом месте все снималось. Потому что столько было моментов, столько эмоций, которые хотелось вам рассказать. Вот он, смотрите, мой ГТР. Хотелось как-то харизматичнее рассказать, ну там слова, там туда-сюда. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Душевно, хорошо и удобно. Никогда не думал, если честно, что на этом месте будет стоять ГТР. Вот даже мне кто-нибудь сказал, я бы не предполагал. Но сегодня настал этот момент, всегда хочется очень много вам про него рассказать. И когда ты говоришь про свой автомобиль, такое количество информации хочется вам рассказать, реально. То есть ты думаешь, господи, сейчас что я несу, надо же реально, я даже не знаю, с чего начать. Потому что каждый раз я планировал, как я буду начинать этот тест. Так, визуально машина, конечно, смотрится очень эффектно. Он визуально красивый. У него все ракурсы, на мой взгляд, качественные. Очень продуманная морда, широкая, агрессивная. Красивая задняя часть, вот обратите внимание просто. И на мой взгляд, все-таки черный цвет для него подходит оптимально. Потому что в черном цвете он смотрится очень гармонично. Потому что если, например, автомобиль в белом цвете, то есть или в других светлых цветах, то есть он не кажется единым. Потому что вот эта нижняя часть у него постоянно темная. И он уже кажется не таким обтекаемым, красивым. Но это больше визуализация. Визуально, конечно, я очень впечатлен этим автомобилем. Постоянно, когда куда-то приезжаю, естественно, я оборачиваюсь на него, смотрю и все остальное. Ни в коем случае никогда не ставьте какие-то незаконченные аэродинамические элементы. Потому что завода он сделан идеально и продуман до мелочей. Потому что огромное количество денег валили. Из того, что я здесь вот прям сам сделал. Во-первых, я поставил Michelin Pilot Sport 4S. То есть это оптимальная резина. Это не слик. Потому что все-таки сейчас у нас уже минус 1, плюс 1, плюс 2. Конечно же, летом он держит немножечко хуже, шлифует. И сейчас может быть. Но если сейчас мы будем на 17-х сликах ездить на той 3-х восьмерке, это будет просто зацепа не будет, не будет управляемости. А здесь резина достаточно мягкая, плюс профиль у нее немножечко повыше. И машина чуть приподнялась. А это, в принципе, у первого рестайла это большая проблема. Потому что новые машины, они чуть повыше и помягче. А тут я ее так немножечко поднял, в принципе. И зимняя резина здесь тоже есть. Потому что все-таки зимой я буду на нее ездить, но редко. Тем не менее, мне эта резина очень нравится. И устраивает по своей мягкости, по зацепу, по держаку. И она очень круто держит дождь. У нас Stage 2+. Вообще, если вы вдруг с технической точки зрения будете смотреть, опять же, себя GTR, то, опять же, не рекомендую дорестайловый автомобиль. Если вы просто планируете автомобиль на каждый день ездить на нем, и что-то просто недорабатывая. Конечно, если вы планируете делать прям сильный-сильный корч, все равно, какая там коробка, двигатель, если вы будете иметь поршневую, турбинную коробку, то, в принципе, как кузов, если вы найдете, если вы найдете автомобиль с живой подвеской, это нормально. Вот. Но именно в рестайлинге уже решили много проблем с трансмиссией. Коробка стала немножечко плавнее, надежнее. И сам по себе робот стал намного надежнее и мягче. То есть вот на первых автомобилях такое ощущение, как будто вы едете на первую М6 со старым их роботом. Там есть такие прям включения, как будто вот удар, товарняк тебе в жопу входит прям сильное. Особенно, когда машина не прогрета. Здесь же в рестайлинге все изменили. Коробка у нас более-менее надежная. Но, тем не менее, забегая вперед, я уже ее полностью перебрал. Я сделал усиленную первую передачу. Я восстановил полностью преднатяг муфты. То есть коробка здесь практически собрана новая. Что касается мотора. Это, на мой взгляд, это самый технологичный японский мотор, который есть на данный момент. Все старые JZ, R&B, они уже ушли в прошлое, потому что доисторическая конструкция. Да, прикольные, надежные, мощные блоки. Но они реально очень тяжелые. И они уже не очень эффективны. Что касается проэффективность этих моторов. Если вы смотрите Сареграцеву, Гочу. Потому что это спортсмены, которые используют моторы постоянно в отсечке для результата постоянного. И даже они уже перешли на этот самый замечательный VR. И выигрывают. Причем выигрывают не только российские соревнования. Они и говорят иностранные соревнования. И это единственный мотор, который может спокойно, в немнодутом, в сильном состоянии держать 800 сил, биться в отсечке и показывать хороший результат. И самое главное, это V6. Это нерядник. Он компактный. Он крутится. И у него хороший крутящий момент. То есть это прям его самые основные достоинства. На фазовращателях, конечно, все классно. Но когда он вышел, все сказали, ой, алюминиевый блок и все остальное. Какое говно. Надо все-таки возвращаться к старым доисторическим блокам. Рядным шестицилиндровым, огромным, тяжелым. Но, поверьте, для спорткаров такие моторы бы не подошли. То есть GTR это прежде всего спорткар. И этот мотор разработан специально для него. Это трансмиссия разработана специально для него. И эти моторы вы нигде не увидите в никаком другом автомобиле. То есть это настоящий спортивный автомобиль. Я не хочу, я именно говорю про кузов, который даже кузов сделан под этот мотор. Колеса сделаны. Все. То есть тут все собрано друг с другом. И вообще, конечно, я так думаю, что все-таки вокруг мотора собрана вся композиция. Потому что, как я говорил, уже коробка у нас, робот сзади стоит. И идеальная развесовка. Не жертвуя ни в местном салоне, ни заднемоторной компоновкой, получилось добиться идеальной развесовки. Что касается конкретно моего автомобиля, как я уже говорил, здесь 750, примерно 800 лошадей. Это Stage 2. Что такое Stage? Раньше, когда КОП выпустил халявные прошивки, они сделали такие определенные. Просто ты берешь на халяву, закачиваешь машину, и едет вроде бы быстрее. У них там была прошивка первая Stage 1. Кто-то говорил, что Stage 2, это когда у тебя небольшая модификация выхлопа. Поверьте, Stage 2 и Stage 3 нынче понятия растяжимые. Нынче они совершенно по-другому уже классифицируются. Здесь залита, конечно же, икутековская прошивка с тремя типами надувов. Здесь стоит впуск Грэйди, бачки Альфа. Владелец, который дорабатывал этот автомобиль, по моим приблизительным оценкам, вложил сюда примерно 1,2 миллиона. Но по большому счету, если вы сейчас купите за 7,5 миллионов ГТР, вы сделаете Stage 2. Stage 2 нынче стоит и 600, и 800 тысяч рублей. Все зависит, в принципе, от какого выхлопа вы поставили. То есть, если вы ставите, например, титановый топовый выхлоп, там типа Грэйди, ХКС, как стоит здесь, то это примерно 800 тысяч рублей. Плюс тормоза передние, здесь стоят нестандартные, 100 тысяч пара. То есть, вы плюс 200 прибавляете. Хорошая резина и все остальное, и тюнинг ГТР всегда будет заоблачно дорогой. По сравнению, конечно же, например, с тем же Эва, с теми же Тазами, Вагами и все остальное. Мне очень комфортно. Метр 92, то есть, естественно, это не первый раз, когда езжу на ГТРе. В салон он мне всегда нравился. То есть, это не маленькая машина, достаточно широко, и самое главное, не низко. Удобно садиться, удобно выходить. Все органы управления доступны. Здесь очень приятная такая мягкая кожа дефлекторы. Что из особенностей хочешь сказать? Во-первых, очень хорошая музыка. Во-вторых, хорошо, что есть камера заднего вида, потому что машина очень низкая, и ты прям видишь низкую кромку бампера. То есть, это помогает прям задней, потому что паркуешься ты всегда жопой. Потому что перед ты не чувствуешь никогда. То есть, вот я подъезжаю к бордюру, ну, где-то плюс-минус 30-40 сантиметров я оставляю, потому что перед я вообще не чувствую. Поэтому стараюсь парковаться всегда задом. Достаточно хорошая обзорность. Шумоизоляция, конечно, была бы хороша, но так как выхлоп нестандартный, немножечко шумновато, но как бы на это я могу закрыть глаза, потому что это не единственный мой автомобиль. Очень нравятся вот эти вот настрой, вот эти регулировки сидений. Практически одним джойстиком вы полностью регулируете сидушку. То есть, это очень удобно. Когда он заводится, осуществляется, что что-то ломается в машине всегда. То есть, это очень шумно. Ну, во-первых, здесь прошит, здесь стоит три уровня быстроты, так скажем, на этом автомобиле. И мы можем регулировать надув, не подсоединяя никаких дополнительных приборов. Достаточно удобно. То есть, здесь у нас есть регулировка надува. Вот этой вот кнопкой мы можем его регулировать. Вот сейчас обратите внимание, у нас надув на 0,5. Также мы можем сделать до бара. То есть, это такой средний стейч. И когда уж надо совсем кому-то надрать в жопу, то это практически полтора бара. То есть, это достаточно много. То есть, на этой мощности где-то он должен показывать 750, не знаю, 800. На стенд не мерил, но по данным предыдущего владельца плюс-минус так. Говорил даже 800. Но в чем я сильно сомневаюсь. Ну вот, самое нормальное, сейчас мы поедем с вами на 0,5 барах. Это практически стоковая мощность. Он чуть быстрее стока, по крайней мере, 100-200. Но сейчас, видите, пара у меня идет, поэтому сейчас у нас минус, поэтому поедем на 0,5. Ну и потом попробуем замериться на баре и на полутора. В принципе, вот все. Это все, что нужно знать, чтобы регулировать давление. Ни ноутбук, ничего. С кнопки на любом светофоре ты можешь превратить свой автомобиль в какой-то там нереальный 800-сильный, ну, 750-сильный корч, так скажем. Ну и здесь основные приборы. То есть, вам не нужны теперь никакие датчики в машине. Давление масла в моторе, моторное масло, температура охлаждающей жидкости, давление трансмиссионного масла и самое главное, температура трансмиссионного масла, потому что это очень важно. Желательно до 75 градусов вообще на машине не наваливать, потому что так как автомобиль сам по себе не стоковый, огромная нагрузка на трансмиссию. Когда вы захотите резко нажать газ, ускориться, если масло будет не прогрето, это чревато ошибкой муфты, то есть, которая, вот видите, у меня чек горит. Кстати, неужели пропал? То есть, при сильном перешлифовании отключается мощность мотора, идет как бы потенциальная нагрузка на муфту и машина прям начинает engine, стоп, там все остальное. Я первый раз очень сильно обосрался, когда увидел эту ошибку, я думал, все, хана, там коробки и все остальное, но тем не менее, да, считал номер ошибки, у нас есть один человек, который считал номер ошибки, и мы ввели, и потом на американском форуме я почитал, что эта ошибка характерна чересчур мощным ГТР, у которых муфта не держит сверхнагрузки. Итак, самая быстрая машина, которая когда-либо была на канале, едем на 0,5 барах в режиме комфорт. Вы знаете, что самое удивительное? Я... здесь очень хороший blow-off. Когда я купил эту машину, я ездил месяц, и его не слышал. Но один раз я еду по двору со спущенным стеклом, сбрасываю газ, и там вот это вот... Едем в режиме комфорта, это говорит о том, что вот горит зеленая кнопочка, если спорт режим коробки, спорт режим амортизаторов, спорт режим системы стабилизации, то все наверху горит красным, соответственно, когда все три индикатора горят красным, вот здесь снизу, соответственно, вы можете ехать с научной. Ну, это максимально эффективный, мощный разгон. Сейчас я вам хотел бы просто показать, рассказать об этом автомобиле, когда она ест по городу, вот сейчас 13.5, средний расход 13.5. На 0,5 баров это совершенно не боевое давление. Просто, смотрите, кручу до 3000. Она просто буквально облизывает. Она облизывает каждый поворот, каждую кочку. Ты когда на ней едешь, даже если просто амортизаторы привести в R-режим, она просто превращается в карт какую-то. Каждое действие руля. Вот я специально камеру так поставил, чтобы вы понимали, о чем я. Это супер острая управляемость. Да, конечно, мы платим за нее не очень энергоемкой подвеской, так скажем, но это просто фантастика. Причем, опять же, смотрите, ты едешь спокойно абсолютно 13.5, комфортный режим. Ну, вот мне нравится в R-режим ездить. С нашими дорогами это можно сделать только там в 10% мест по городу. Но опять же, сейчас чуть отпустим. Можно ускориться. Ну, не знаю, может, либо развернуться, попробую. и вот когда это ты давишь газ в пол, весь этот монстр пшикая. Сзади идет черный дым, потому что тысячные форсы, настройка такая, они переливают просто. Это не из-за того, что там мотор дохлый, это нормальная тема. Посмотрите, на мышечные ГТРи на мле, они тоже чернят. И эта фигня срывается просто в пол. На 0,5 барах. А звук? Я просто кайфую от нее. Звук. Кайф. Вот этого ускорения в принципе уже достаточно. Вот все, в принципе, для города. Ты уже в городе быстрее всех. То есть, и ты кайфуешь. Мне вот этот режим очень нравится, потому что, когда она в режиме R на баре на полтора, это прям корч. На ее надо ставить слихи, чтобы там показать идеальный зацеп с места. Конечно, было бы круче по идеальной траектории заходить по городу, чтобы можно было быстрее это сделать. Тормоза просто еб... Со ста. Встали. Со ста кетра в час. Теперь, значит, проезду в городе. Если ездить в спокойном режиме, у меня есть ярко выраженный такой еле заметный толчок со вторую на третью. Ну, это как бы нормальное абсолютно явление. И езжу я на этом автомобиле каждый день, пока можно использовать его потенциал. Естественно, когда ты уже в городе, на тебя смотрят как на какого-то гонщика Формулы-1, с которым каждый хочет погоняться. Причем, неважно, Приора, там, РС-7, АМГ, что-то. Просто иногда даже ты понимаешь, что ты едешь до ста, ты вот прыгиваешь сразу, например. Ну, от РС-7 сложно выпрыгивать обычно после ста, когда ты уходишь, если они умеют с лаунча стартовать. Но я, может быть, это самый мой спокойный автомобиль. Я ни на одном автомобиле так спокойно по городу не передвигаюсь, как на ГТРе. В принципе, все. Ничего неудобного нет. Климат-контроль, что касается комфортности в салоне, климат-контроль, работа идеально, тихо, классно, вот как все нравится, вот не задувается всех щелей. Алькантары только нет, этот недостаток, но мы сейчас будем над этим работать. Постоянно, конечно же, пытаются заглянуть в те машины, подписчики, это очень приятно, дети рады, ну, очень классно. То есть, я не чувствую, когда езжу по городу, что я еду в каком-то корче, где пахнет бензином, где там трески из всех щелей, как бы, да, приборы, датчики, кам-лампчики горят. Пробуем. 0,5 бара, комфортный режим, со стабилизацией, просто с места. не вижу, где квотер. Сука! 11,1 квотер. 210 на выходе. Сотка 3,4. Ну, сотка так себе, но с этим покрытием, конечно, сейчас поеду на полутора барок, то есть, все примерно будет лучше на секунду. То есть, квотер будет лучше на секунду, и, соответственно, сейчас мы это попробуем сделать. Не шлифой так, сука! Блядь, на 250 я спросил. Тихо, 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 тихо. Тихо! Это сука было быстро. 10,8 квотер, 217 на выходе, и сотка прям должна быть чумовая. С учетом того, что они, что она шлифовала. Нет, сотка все равно хуйня, 3,6. Она не может зацепиться. Да? ГТР на данный момент, это самый быстрый автомобиль на стандартных турбинах, который допускает небольшой тюнинг. Вот скажите мне, автомобиль за 20 до 20 миллионов рублей, например, ну, как, ну, массовый, не какой-нибудь там эксклюзив, непонятный, который сможет объехать ГТР на сток турбок стейдж 2+. Вы хотите сказать, что 911 объедет? Она не объедет, потому что 800 сил там уже идет на не сток турбок. Тогда давайте возьмем ГТР на не сток турбок. Это, по-моему, вообще самая быстрая машина в мире на патрик рейсинг на данный момент. Все цифры за этот автомобиль, и в ГТРе в итоге решают и эмоции, и цифры. Это очень эмоциональный автомобиль. Тот результат, который я показал, ну, да, в принципе, если вы скажете, ой, вообще стоковый ГТР должен ехать 2.9, и все остальное, стоковый ГТР ей 2.9. Вы посмотрите, скорость на выходе, она была там 220, что ли. Это нереально быстрая скорость. Мы пройдем все стейджи, я надеюсь, мы закончимся тогда, когда у него будет парашют сзади. Ну, как всегда, вы скажете, я свои проекты не доделываю до конца, и все остальное, ну, потому что я машину не продаю. Ну, не продал, значит, проект идет. Ну, рассказывая про эту машину, господи, Антон, когда ты закончишь, я их не продаю. Вон черный гелик стоит, вон синий стоит, но я ездил, дорабатываю, но это не значит, что я не могу закончить проект. У меня, как же дневник в Drive 2, они всегда ведутся и процветают. Проект новый, плюс один проект, плюс второй, плюс третий. Газель бы еще доделать, это было бы круто. Но это совершенно другая история. Спасибо вам большое за внимание. Мы уже сняли вторую и третью серию, они будут выходить очень быстро, поэтому декабрь с GTR, друзья. Спасибо вам большое. Я думаю, вы поймете, почему я не выкладывал GTR так долго, потому что я хотел рассказывать про эту машину, не познаваясь ее вместе с вами, а рассказать, чтобы у вас была максимально правильная, грамотная информация от владельца GTR. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайки и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok